Марсу Адамович, стартовал кипрский сбор, сегодня Тамбов дебютирует в Кубке ФНЛ. Для вас, как для главного тренера, как сопрячь два этих события и в сторону чего сделать приоритеты? Изначально было запланировано, что этот сбор будет игровым. Здесь у нас осталось только отладить новые взаимодействия с новыми игроками, с новыми футболистами, чтобы уже полноценно они влились в игру команды в стартующем чемпионате. Пять матчей за две недели – это много или мало? Может быть и много, но дает нам возможность дать всем полноценную игровую практику, распределить нагрузку. Думаю, это неплохо, что будет пять игр на этом сборе. В Турции вы говорили, что соперники, которые были по сбору в Белеке, отличаются по стилю. Что можете сказать о подборе соперников по групповому этапу здесь? Во-первых, мы их не подбирали сами, потому что была жеребьевка Кубка ФНЛ. В нашей группе все команды играющие, проповедующие острый комиссионный атакующий футбол, в принципе, которого и мы стараемся придерживаться. Я думаю, будут интересные игры, достаточно информативные. И в свете того, что нам играть еще и с Химками в чемпионате, здесь мы можем посмотреть и Мордовию, и Чертаново, и Тюмень. Достаточно будет информативный турнир в плане анализа будущего соперника. Еще такой вопрос. Краснодар-2 не будет особым раздражителем? Мы учимся в одной группе с тренером ФК Краснодар-2 и все время подкалываем друг друга на эту тему. Реваншистских настроений не будет, но нам тоже нужно доказать, что мы не зря находимся на том месте, где находимся. Немножко вопросов по персоналиям для болельщиков. К нам на сбор сейчас присоединился новый футболист Владимир Обухов. Как оценивать это приобретение и как он впишется в ваши тактические построения? В связи с учетом того, что у нас ушел Синин Сибаи, я думаю, что это хорошее приобретение, потому что спартаковский воспитанник, качественный футболист, хорошее футбольное образование. Плюс он парень умный, работоспособный, трудолюбивый. Я думаю, никаких проблем не возникнет с его адаптацией в коллективе. Сюда на сбор не приехал воспитанник Тамбовской Академии Лазуткин Максимов. С чем это связано? Максим не приехал по одной простой причине, что у него распалилось ахивово сухожилие. Мы планировали взять на этот сбор Женю Кулешова, но у него были проблемы с загранпаспортом, поэтому не получилось. Еще вопрос про находящегося на просмотре Джабраилова Эмиля. Он с нами работал в Турции. Каковы его перспективы? Очень интересный парень. Хорошо обращается с мячом на скорости. Причем неплохое игровое мышление, исполнение. Я думаю, на перспективу он должен нам помочь. Хорошо. И последний вопрос, Марат Салимович. Все-таки межсезонье завершается постепенно. Быстро очень пролетело время. С какими мыслями лично вы так ожидаете старта уже официальной части чемпионата? На самом деле, волнение присутствует даже перед любым контрольным матчем. Возобновляющийся чемпионат, он тоже принесет, наверное, еще больше чуть волнения. В связи с тем, что нужно хорошо стартануть, чтобы потом чувствовать себя увереннее и спокойнее. Продолжение следует...